Новости на государственном телеканале Западная Армения. Главные темы дня. Вышел в свет 38-й номер еженедельника Вестерн Армения. Земля Арарат вместо сотворения человека Анжела Терян. Право народа Арцаха на коллективное возвращение под международной защитой и гарантиями должно быть включено в повестку переговоров в Артан-Осканян. Западноармения Варагаванг. Каким будет новый парк Ахлакалаки? Пости найдения при раскопках в Амасии предположительно принадлежат армянам. Я буду держать арцахский киокушин зубами. Наши двери открыты для тех, кто принимает Арцах. Армен Петрусян. Вышел в свет 38-й номер еженедельника Вестерн Армения. На обложке нового номера президент Республики Западной Армении Лития Маркусиан и председатель Национального совета Республики Западной Армении Армена Капрамян. Вашему вниманию представляем подготовительную встречу по экспертному механизму прав коренных народов, где присутствовала президент Республики Западной Армении Лития Маркусиан. Обзор заседания Совета по правам человека ООН, посвященного теме этнических чисток в Арцахе. Речь председателя Национального совета Республики Западной Армении Армена Капрамяна на 17-м заседании экспертного механизма прав коренных народов. Речь президента Армена Капрамяна о важности Северского договора и признания государства Западной Армении. Статья о необходимости сохранения коренных языков и народов. Поздравительное послание президента Республики Западной Армении Лития Маркусиан новому президенту Ирана Масуду Пайзешкяну. Важность усиления участия коренных народов в организации объединенных наций. В 38-м номере еженедельника Вестерн Армении можно ознакомиться с заседаниями парламента и правительства Республики Западной Армению. Речь у пресс-секретаря правительства, а также с культурными и общественными темами. Армянскую, английскую, французскую и турецкую версию в формате PDF можно скачать по указанной ссылке. Представляя исторические факты, еженедельник Западной Армении продолжает свою миссию в поддержку защиты и распространения прав коренного армянского народа Армянского Нагоря. В интервью информационного порталу Life Армения, заведующая отделом археологии и средневековой истории Музея истории Еревана, историк Анжела Терян раскрыла таинственный и чарующий мир армянской мифологии, представив древнее верование, связывающее происхождение человечества с армянским Нагорем, где, как считалось, когда-то до создания человека обитали боги. Согласно шумерской мифологии, армянское Нагорь изначально было населено богами. Именно эти боги позднее создали людей. Раскрыть мифологические легенды сложно, так как армянские письменные источники были уничтожены в 301 году после принятия христианства в качестве государственной религии. Таким образом, точная история до нас не дошла. К счастью, сохранились клинописные надписи, которые позволяют получить информацию о Армении. Согласно мифологии, существует два поколения богов – старшее и младшее. Тяжелую работу по реконструкции планеты выполнили боги младшего поколения. После этой трудной работы они восстали и предложили создать расу, которая бы выполняла эту работу за них. Так была создана человеческая раса. Боги оставили свои следы в виде памятников, некоторые из которых были обнаружены в порт Ассар Западной Армении. Бог, создавший людей, назывался Хай, и поэтому созданного человека называли армянином Хаем. А место создания – Арарат, то есть место сотворения. Область, населенная армянами, получила название Айк. По словам Анжелы Терян, эти мифы и легенды составляют часть нашего исторического насклетия, раскрывая глубины нашей идентичности, подтверждая неразрывную связь армянского народа с собственными корнями и родной землей. Бывший министр иностранных дел Восточной Армении Вартан Осканян заявил, право на коллективное возвращение народа Арцаха должно быть внесено в повестку дня переговоров под международной защитой и гарантиями. Отметив, в этом вопросе можно рассчитывать на поддержку международного сообщества. Этот вопрос должен быть включен в повестку. Это одна из важнейших насущных проблем сегодняшнего дня. По словам бывшего министра, народ Арцаха оказался в таком положении из-за ошибок властей Восточной Армении. Нельзя позволить, чтобы ошибки продолжались, добавил Осканян. Подробности в видео. Западная Армения – Варагаванг. Варагаванг – армянский монастырский комплекс, расположенный в исторической области Васпуракан. Комплекс был построен в VII веке, находится на западном склоне горы Варага, к юго-востоку от города Ван. Варагаванг был резиденцией ванского архиепископа и был разрушен во время киноцида. Согласно легенде, монастырь был основан во время правления царя Васпуракана Сенекерим Ованеса. Однако до этого на его месте уже существовали религиозные постройки. Самое древнее здание комплекса – церковь Святой Софии X века, построенная из тщательного отесового песчаника, имеет композицию купольного зала. На севере расположены церкви Сурп-Ованес-Карасун-Авеханери, церковь Сурп-Ас-Ватсацим при церкви Сурп-Нэшан. Вестибюль был построен в 1648 году архитектором Тиратурой. В бывшем 15-м районе Ахалкалаки объявлен конкурс на строительство парка. Заявки принимаются с 22 по 28 августа. Стоимость работы составляет больше миллиона ларий. Работу будут проведены в два этапа – в 2024 и 2025 году. На 2024 год выделено 300 тысяч ларий. В 2025 году будет выделено более 800 тысяч ларий. Согласно условиям конкурса, в новом парке планируется построить небольшое спортивное поле, велоплощадку, зону с тренажерами, детскую игровую площадку, два павильона и другие объекты. В парке будут различные растения, декоративное освещение, скамейки и родники. Начальник службы инфраструктуры Мери Ара Мовсисян отметил, если найдутся участники и конкурс состоится вовремя, надеемся завершить работу в 2025 году, как и было предусмотрено. В районе Амасии Западной Армении во время раскопок турецкими археологами были обнаружены человеческие кости древних захоронений. Это открытие связано с гробницами римского периода возрастом 2000 лет, но не исключено, что найденные кости могут принадлежать армянам. Армяне обосновались в Амасии с древних времен, о чем свидетельствуют многочисленные исторические памятники региона. Для определения принадлежности костей необходимо ДНК-исследование. В результате раскопок были обнаружены три древние гробницы, одна из которых, по мнению археологов, считается семейной гробницей римского периода. Из-за повреждения гробниц раскопки были приостановлены. Позже специалисты археологического музея Амасии прибыли на место и изучили найденные захоронения. Команды музея возобновили раскопки, собрав и сохранив найденные в гробницах более 30 костных фрагментов различных размеров. Напомним, Амасия была центром одноменного велоэта в Себастии-Сивас, где на протяжении веков армяне жили и создавали культурное наследие. К сожалению, в 1915 году армяне Амасии и окрестных населений были насильно выселены. Большая часть погибла во время изгнания. С сентября 2023 года, после того, как армяне Арцаха из-за угрозы азербайджанского геноцида и этнических чисток были принудительно переселены в Армению, Армен Петрусян решил продолжить свою миссию в Восточной Армении. Он намерен обучать каратистов из Арцаха настойчивому карате, так же, как делал это много лет в Арцахе. В Арцахе Армен Петрусян занимал должность начальника отдела внешкольных программ Министерства образования. В 15 лет работал тренером Кеокушин карате в Республиканской детско-юношеской спортивной школе. В Армении он решил объединить подростков и молодежь под одной крышей. Уже более 10 месяцев функционирует спортивный клуб Кеокушин карате «Возвращение». Название клуба не случайно. Каждый, кто учится этому виду спорта и осваивает его навыки, должен иметь цель вернуться в Арцах. В интервью 168 АМ Армен Петрусян сообщил, клуб начал работу и провел несколько соревнований благодаря фонду «Лусь», с которым подписан 10-месячный договор о сотрудничестве. У нас уже есть две команды – 64 человека из Арцаха и 7 из Еревана. В сентябре мы планируем увеличить количество групп, чтобы обеспечить работу и сохранить сплоченность среди наших подростков и молодежи из Арцаха, сохраняя при этом наш диалект. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!